маленькими были слушались теперь выросли я чувствую что они стали игнорировать мои просьбы как бы не поступить посоветуйте они неплохие просто может я как-то не так веду себя без жени ему тяжело я это вижу я тоже скоро собираюсь жениться но родители моей девушки говорят в семью которой нет женщины мы не выдадим ее замуж как мне быть отец никого не слушает поэтому я дома работаю но когда щу я не успеваю смотреть за маленьким ребенком и за ним смотрит моя дочь семье не всегда все удобно придумать что у меня все так удобно и гладко да нет здравствуй дорогие друзья спасибо что смотрите наш канал на тайна взаимоотношений хочу ответить на несколько вопросов которые по взаимоотношений попали на наших на канал кому вы желаете счастья кому вы желаете смене счастья личное счастье рекомендуйте ему наш канал делайте репост ставьте лайк покажите им потому что это очень доброе дело стать причиной изменения жизни кого-то если вы одну семью хотя бы помогайте сохранить это очень большое доброе дело здравствуй дорогой самур раджавич меня зовут алберт сегодня решил задать вам вопрос у меня три сына и две дочки от разных матери они дружат все хорошо мальчишки выросли им уже по 20 лет маленькими были слушались теперь выросли я чувствую что они стали игнорировать мои просьбы мне обыдно я их воспитал в любви сильно не наказывал хотя и мог не хотел воспитать их чтобы боялись а хотел чтобы любили уважали сам работаю не лентяй все для них 100 старался делать но сильно не баловал не баловал как бы не поступить посоветуете они неплохие просто может я как-то не так веду себя алберт дорогой я понимаю я понимаю вас иногда порою на самом деле нами как родители очень хотим от своих детей чтобы они поступки совершали идеально то есть мы хотим чтобы они поступили уже как взрослые чтобы они себя вели как взрослые чтобы они еще правильно себя вели и так далее так далее на самом деле они еще молодые поэтому они себе так ведут вы не отчаивайтесь если они сейчас иногда себе так ведут как будто игнорирует как будто отрицать на самом деле если вы видите что кто-то из них игнорирует и отрицает сразу остановите его не ругайте его сразу останется скажи доченька послушай я говорю для твоей блага я твой отец и меня душа болит за тебя понимаешь я люблю тебя и поэтому я так говорю если знала что это тебе не полезно я тебе так не говорили и всегда воспитываете дей так что дети не имеет права отрицатель отрицать дети не имеет права игнорировать дети никогда не имеет права этого делать чтобы они по просто дело в том что до них надо донести не приказной тони с нами с ними разговаривать надо до них донести понимаете это очень важно понять дети должны уважать родители не все это понимаем не существует в мире ни одной культура или говорит что дети должны игнорировать родителей не существует ни одно религия или говорить что дети должны унижать родителей такого не существует поэтому дети не имеет права отрис отменения родители а чтобы они понимали этого но родители должны стараться до них донести потому что в детстве они как-то молча делает а когда останется вот такой 20 лет 22 25 они уже взрослые себя читают и в этом возрасте каждый из них начинает игнорировать родители и так далее но это проходит параллель не переживайте альберт параллель но мой совет к вам сразу остановите человека сразу остановите скажите мне больно доченька вот так лучше не делай по душе поговорить с ними остановить их чтобы они понимали что лучше лучше поговорить по душе и правильно решать вещи чем сидит а потом в голове накручивать всякие ненужные вещи все вещи решается когда по душе поговоришь общение решать все проблемы понимаете вкладывайте усилий понять их скажите доченька скажи пожалуйста что могу делать чтобы ты себя было так что могу делать так чтобы ты это во время сделала что я могу делать так чтобы ты хорошо училась и так далее так далее вот так тогда они будут послушными то есть они поймут вас лучше а когда мы подходим человеку говорим тебе надо вот это делать тебе нужен вот так делать ты должен так делать и должна вот так тогда люди они подсознательно отрицает потому что они начинают чувствуют давление со стороны у на от нашей стране здравствуй сам родов латов мне 21 год мои родители уже давно развелись отец проживает дома один мне приходится работать в москве я домой приезжаю раз в год на несколько дней я ему говорю жениться он не соглашается а я здесь в москве переживаю за него как он там живет один дайте мне совет что мне делать я ему по-разному говорил жениться а он все равно игнорирует мои слова без жени ему тяжело я это вижу я тоже скоро собираюсь жениться но родители мои девушки говорят в семье вся говорят в семью в которой нет женщине мы не выдадим ее замуж как мне бит отец никого не слушает жду вашего совета заранее спасибо ты молодец дорогой ты правильно делаешь что отцу говоришь что женитесь а ты приходи к отцу по душе поговори понимаешь почему он не хочет жениться потому что он разочаровался от женщины понимаешь есть такая поговорка народная если ты один раз обжегся из горячего молока ты даже кефира боишься поэтому он просто обжегся возможно ну так получилось мы не говорим что это вина мама это вина отца нельзя никого обвинять как есть такие ситуации в жизни поэтому случилось так значит так случилось ты дал ты должен любить и маму и отцу они твои родители независимо от того между ними что произошло ты должен любить это это любит они твои родители чтобы я не мама не говорила чтобы отец не говорил про мама что и мама не говорила про отца они твои родители ты должен их любит уважать неустанно предлагай обязательном порядке чтобы отец жениться неустанно предлагать один раз предлагай два раз предлагать найди ему хорошую женщину ты сам найди ему хорошую женщину да это так во все время то дети так и делали во все времена дети так делали найди ему хорошую женщину познакомь его с кем-нибудь вот увидишь тогда у него будут все нормально здравствуй санурова джабович хочу задать вопрос у меня маленький ребенок и дочь 18 лет я работаю дома на домнице ищу мне эта работа очень не нравится но это но от этого какая-то помощь мужу он работает в россии на заводе и просто очень хорошо смотреть за детьми поэтому я дома работаю но когда еще я не успеваю смотреть за маленьким ребенком и за ним смотреть моя дочь также я вяжу на продажу мне очень нравится но это очень долго еще нужно их продать посоветую тщить меня дальше или нет но несколько раз хотела продать машину но придумала боясь остаться без работы моя мечта вязать оригинальные вещи деткам и взрослым но у нас ручной труд не ценится постоянно нахожусь перед выбором здравствуйте дорогая еще раз то что вы счете это правильно то что иногда мы за маленький вашим ребенком старше вашей дочка смотрит это тоже нормально семье это нормально понимаете семье не всегда все удобно вы думать что у меня все так удобно и гладко да нет понимаете чем отличается успешные люди от обычных людей успешные люди делать то что надо даже иногда порой есть это им не нравится если даже это им неудобно даже если это не гладко и не все вообще можно сказать хорошо но надо это делать это похоже что ваш ребенок ночью проснулся ваш ребенок и плачет сильно но вы очень уставший вы не хотите вставать но ребенок продолжать плакать а что вы делаете вы встаете или ребенку скажете эй вот и все иди плач сколько хочешь я не хочу вставать представьте что у вас маленькие годик ребенку соответственно вы встаете и будьте ухаживать за ребенка так а почему потому что весь так сильно хотели по ночам вставать нет а почему потому что вы так мечтали по ночам так ходить вокруг комната нет а почему вы так делали потому что так надо делать это ваш ребенок так надо поэтому я что хочу вам сказать надо делать все так как надо они так как как вы думаете поэтому для семья это надо делать муж работает он старается он правил он надеется на вас что детки над за детьми вы хорошо смотрит и вам тоже нелегко но по чуть-чуть делайте продолжайте делать это ваш вклад в семье вы никогда не сожалеете о том то что вы помогаете свою семью создать счастливую помогать своим детям обеспеченными успеть вы никогда не сожалеет об этом так что продолжайте делать машинку не продайте продолжать ищите продавать потихонечку научитесь и у вас появится это навык эта способность у вас появится рынок откуда вы знаете если вам аллах давал какую-то способность с через эта способность дает вам российский дил卡 дает вам у да ваши у дел понимаете продолжайте делать Здравствуйте, Санмурат Давлатов. Меня зовут Шахноза. Я из города Астани. Мой вопрос таков. Как можно узнать свой талант? Я очень применчивая девочка. Мне 22 года. Сейчас работаю и учусь. Учусь я на логистике. Работаю в кондитерском. Это мое хобби с детства. На учебу я поступил не по своему желанию. Вот можно сказать, ищу себя уже 2-3 года. Но никак не могу найти свое дело. Кондитерами я до конца жизни, думаю, не смогу работать. Так как не чувствую это на 100%. Очень хочу найти свое предназначение. Помогите, пожалуйста, дайте мне свой совет, что делать дальше. С уважением, Шахноза. Шахноза, дорогая моя, чтобы найти свою сильную сторону, надо сделать 3-4 разные вещи. Я постоянно этот совет даю людям. Постоянно об этом объясняю людям. Делай так. Первая вещь, что у тебя хорошо получается. Что у тебя очень хорошо получается, что ты не устаешь. Ты делаешь это с радостью, но перед этим ты не устаешь. И ты любишь это делать. Это первое. Займись этим. Вот это твой талант. Богом дано. Второе. Распиши 10 направлений. Чем ты могла бы заниматься. 10 направлений. Одно из них пусть будет кондитерский, другой пусть логистика, третий еще что-то, еще что-то. Что ты могла бы делать. А потом из этих 10 направлений выбирай одну из них по трем критериям. Критерии какие? Что из них легко у тебя получается, хорошо? Что из них больше всех денег принесет? Что из них меньше всего время займет? И все, займись этим. У тебя все получится. Третий совет. Месяц медитируй. В течение месяц. Постоянно себе спрашивай, на что я готов потратить свою жизнь? Ты же молодая. Сдавай себе такой вопрос. Постоянно, на что я готов потратить свою жизнь? Что было бы для меня интересно? Какую жизнь я хотел бы прожить? Сдавай себе вопрос неустанно до тех пор, пока ответ не найдешь. Может быть через 3 дня ответ появится. Может быть через неделю. А может быть через год. Но продолжай сдавать этот вопрос. Но он точно появится. Дорогие друзья, ставьте лайк под нашу рубрику. Рекомендуйте нашу рубрику своим знакомым, друзьям. Кому вы считаете, что это помогает? Кто нуждается? Кому вы пожелаете счастья? И обязательно, пожалуйста, делите репост. Свои вопросы задавайте на почту, которую видите под эту рубрику. Именно в комментариях пишите свои, скажем, мнения. В комментариях. Но туда вопросы не пишите. Потому что на этих вопросах я не отвечаю. Пишите на почту, которую под это видите. Открывайте. Там кнопки еще. Открывайте. Посмотрите, где проходят ближайшие наши тренинги. Посещайте тренинги. И посмотрите, там есть список, где можно, в каких книжных магазинах можно приобрести наши книги. Ищите, найдите наши книги, почитайте их, и они вам помогут. Спасибо вам. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова